в общем я спалил тот rf540 транзистора где-то до 3 ампер доходил токи я так был затвертый поток алюминиевую антенну там искры пускал он потом сгорел я так до полного резонанса не успел ввести потому я уже чтоб еще больше транзисторов не нажать и чтоб их поберечь кем собрал эту установку 5 вернулся к ней так частота где-то и на 7 мегагерц день семь восемь один тут где-то 9 метров длина индуктора длина 6 филяра где-то 37,2 метра идет на три витка потом один микрофарад конденсатор частота где-то 19 килогерц скважинность там не полную то тогда у меня слишком большого потребления и когда ампермет где-то становится на 6 7 ампер тогда напряжение упадает где-то на 15 вольт падает так что это как бы немножко спасает от перегорания перезагрузки сильно но с другой стороны это не хорошо что не могу на полную мощность сделать помощнее сделать тут индуктор ввожу частота меняется например вот так поставил частота же 1 и 555 герц до 8 герцикл до 9 до 8 до 9 до 11 до 11 до 11 до до частоту меняю по идее там если там кратности какие-то там могло бы попасть на эти кратность частота пушпула вот тут мультиметром не может мерить на затворе теперь наводки он работает и наводки будут ловиться вот этот мультиметр может мерить частоту затворе вот 18,56 килогерта а тот будет ерунду показывать принзисторы горячие он более горячий собери тоже такие теплые вот я вот так могу поставить заземление у меня 25 метров вот такой провод тут или 075 или 05 миллиметров квадратных а его тесилограф тут подключен на конденсатор его нужно отключить а то он тоже тут может влиять его вообще можно отключить м подключить подключить это р заново замерить чистоту качер один семь восемь один 1770 вот этот вот лучше чистоту качера мерит лучше а этот хуже он еще не показывает нужно еще ближе к цене еще ближе тут 1397 но это слишком неправильно и пушку лопал и поля ловить потому что слишком близко этот может и дальше ловить поэтому он правильнее ловит мы пушку уже не ловит потому что электрическое поле дальше идти он как бы низкую частоту настроен чтоб лучше ловил этот сок и качер где-то потребляет 0 5 ампер теперь где-то 26 25 26 вольт вот это плечо ближе к этому красному поэтому это транзистор больше греется нет поэтому тут по 7-8 витков на плечо скважина с ним максимально вот я положу рядом этот прибор он замерил чистоту 1 7 8 2 показывает 7 8 1 вот возьму пять метров заземления которые и подключу тоже вот тут идет потом фильтр этот компьютер и плюс и минус развязан и заземление только стоит вот на минусе качеры на эмиттере и гранаты последний конец тоже здесь то есть начало заземлено 6 филяра и вот еще заземление пять метров подключу параллельно этому 25 метров посмотрим как чистота изменится но подключил чистота стала 1769 а так 1780 немножко понизилась чисто но подключу параллельно по 3-8 виткове да это будет очень много 1780 этот стук лежит вытащу тут где скручены будут медленно раскручивать 1783 ставлю камеру и буду комментировать и скручивать 1783 раскручиваем 1784 1785 86 87 88 89 90 91 1791 1792 93 94 1795 1796 97 98 99 1,8 00 01 02 03 04 вот что-то притухло лампы 0,04 0,05 0,08 тут какой-то эффект притухает лампы так и немножко замотал обратно вот притухает на 1 мегагерц 806 кГц Вот так точно это не подгонишь с коферитом. Вот, перешёл 1.7.1.8.0.9. Теперь у меня 12, 15, 17, 20, 21, 22, 23. Теперь опять опала 1.8.0.1.8.0.24. Вот, теперь 1.4 показывает. 1.4 МГц, в общем, теперь сбивчиво показывает. Теперь 655 кГц. Теперь 0.0.0.0 показывает. Теперь 0.0.0.0 показывает. Странно. Программа ловит поле, нужно немножко подлише щипы положить. Теперь 5 МГц. Теперь что там показывает, 1.5 МГц. 1.5 МГц. Вот, что там показывает, как будто бы показывает. В общем, буду дальше его отматывать. Вот теперь 1.6, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7, 1.7. 1.7, 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 1.7 46, 47, 49, 50, 51, 57, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 1757, 1758, 1759, 1760, 1859, 1859, 1759, 1759, 1859, 1759, 1859, 1895, 1859, 1859, 1859. В некоторых местах были сбои и кокет. Весолковые эффекты 1.760, где прибавки никакой не было, только ухудшение. Вот рукой, если так двигать, так не получится очень точно двигать. Можно только всякие алюминиевые положить. Сейчас у меня с деревянной палочкой двигать ее. Это тоже не в очень больших пределах. Так индуктор подвинул, потом эту лежачку подвигал туда-сюда с палочкой, и потом опять эту катушку подвинул. Потом опять всю эту туда-сюда подвигаешь. Так тоже можно устраивать. Либо, как я говорил, заземление сматывать и отматывать. А чисто тупую шпулу попробую покрутить. Индуктивность шестифилярной катушки, как я раньше говорил в других видео. где-то 150 микрогенри. Вот шестой слой, только один, два, три, четыре, пять витков. Думаю, чтобы выше индуктивность была нужна. Короче, эту катушку делать, мотать, она слишком длинная. Ну и вероятно, вот этот шестой, вот эти слои немножко тоже подвинуть в ту сторону, что тогда может индуктивность вырастить. По идее, если я буду шпула чистоту крутить, если бы он точно и очень был, так он бы начал попадать на сотую гармонику. Ну, может залипать, залипание происходить. Если бы на каком адруин окрутить, так там всё цифровое, там может нехлеченно водки ловиться не будут. Поэтому там частота будет как вкопанная. И вот у меня драйверов нет, у меня всё вот. Можно сделать на комплементарных парах, они как-то более устойчивы к наводкам. И они там смогут только если что-то и только скважина сменять, а частоту они не смогут менять. Правда, если немножко откроется и раньше другой позже, то может как-то и частота немножко поменяется, если по-другому они будут открываться. Но у Руслана Колыбухова же не было этого друина. Как-то всё получалось. И каждый объясняет по-разному. Один так, другой так. Суфьян, например, объяснял, что нужно это на друина сделать, и тогда не будет плыть частоты. Этот Адриан Днейсер или как он там объясняет, что нужно искать заземление частоты. Этот Суфьян вообще говорил, что у него шестифиляр двойной без заземления работает. и у него трансформатор Тесла тоже двойной. Что у него? Две установки были на самозапитие. Одной двойной шестифилярной обмотки. 80 метров, другой 40 метров. Ну, где 40 метров, там уже по трифилярной, две по трифилярной обмотки. Каждый по-разному объясняет. Похоже, что я вот камеру переделал этот аккумулятор дополнительный. Он теперь все работает. Хоть транзисторы по берегу, то на той установке на башне мне сколько транзисторов пошел. Вот так на той установке тут расходы поменьше. не особо сильно греется транзистор качера. Вот если цепить от пушпула вот этот конденсатор, который вот между средней точкой и минусом стоит, то вероятно, намного как бы всяких эффектов шумов появится, помех. Нет, тут частота вроде низкая. Никаких помех не видно. На той установке, где с двумя башнями, там у меня без него очень много помех было. и так далее. И так далее. Руслан тут дроссель ставил. Вот плюсы и нанофарад, там 10 нанофарад. Вот это может как-то все резонировало. Какие-то наводки на пушпул делали. Руслан тут. И так далее. Продолжение следует...